Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Проходим мы с тобой ивенты, ивенты праздника... Китайского праздника, короче, праздник морских фонарей. Я тут выполнил один квест, видно после того, как прошел ивент с фотоаппаратом, появился квест на фотоаппарат. Сейчас будет небольшая вставка, после которой мы продолжим проходить игру. Так, а вот он квест. Сам у Дзетуна берется... О, здравствуй, я как раз хотел с тобой поговорить. О чем? Снова нужны яркие фотокарточки? Угу. Нет, вовсе нет, я уже разобрался, в чем дело. Мне удалось таки найти того торговца. Я сказал ему, что он продал мне проблемную камеру, но торговец не поверил. К счастью, у меня были с собой твои фотокарточки, без них убедить его было бы невозможно. Увидев их, он наконец-таки согласился осмотреть проданную мне камеру. На недалее, как вчера, пришел он ко мне, да еще и бутылочку зелья захватил. Он пояснил, что эта фотокамера от обычных моделей отличается, и для нормальной печати фотокарточек в нее нужно заливать вот это вот зелье. Без него на выходе будет сплошной цвет и никакой резкости. Камера в порядке, и это хорошо, а значит теперь все в порядке. Ну, теперь это зелье мне куда интереснее камеры. Ну, какой? Только подумай, все просто, покупают камеру, так, купил и пользуюсь сколько влезет. Но зелье-то заканчивается, и его придется покупать снова и снова. Торговец тот говорил еще, что разные зелья дают разные эффекты, а он сейчас разрабатывает новые виды зелий. Может быть на них можно будет заработать много моря. Какой? Прости, что-то меня занесло. Спасибо тебе за помощь. Подай мне фотокамеру, и я налью в нее зелье. Вот, даем фотоаппарат. Второй как раз. Которая особая фотокамера, то, что нам давалось по ивенту. Это фотокамера тебе, пожалуйста, прими ее. Ты даришь ее мне? А если зелье закончится? На некоторое время его будет достаточно, а когда оно кончится, ты сможешь купить у меня еще. Кстати, я собираюсь связаться с тем торговцем и ввести еще больше видов зелий. Если тебя что-нибудь заинтересует, я буду рад видеть тебя вновь. Вот уж не ожидал, что вместе с камерой я куплю целый бизнес. Вот, выполнили квест. Дали нам вот такую вот вторую камеру. Специальная фотокамера. Я так понимаю, она у нас бесконечная. Сейчас посмотрим на нее. Вон она новая. Тут, может, текст есть. При использовании этот удобный инструмент, может запечатлеть изображение окружающего вас мира и добавить к нему особый цветовой тон. Странный предмет из Фонтейна. Он не похож на обычную фотокамеру и не только запечатлевает изображение, но и добавляет особые цвета на распечатанное изображение. Это устройство было сконструировано для информационного агентства Фонтейна «Правая птица» и позволяет не только делать фотографии, но и отражать на них настроение фотографа. К сожалению, конечный продукт не удовлетворил запросы «Правой птицы». Вот. Вот так она снимает. Видите, по бокам какие-то фигулечки. Я не знаю, как назвать. Специально сохранил. Вот. Короче, как-то так. И тут рассказывали, кстати, про Фонтейн. Это вводная локация должна быть в будущем. Вот такой вот фотоаппарат. Ладно, возвращаемся. Вот такая вставка. В принципе, я все показал. Показал фотоаппарат. Где он? Вот здесь. То, что вот. Не знаю, зачитывал я или нет. Наверное, я зачитал. Все-таки, да. Наверное, я все-таки там все зачитал. Вот. Просто опять я записывал без звука. И пришлось накладывать звук сверху. Угу. Так. Это что такое? Да, защитники адаптов. Все понятно. Узнал такую вещь, что можно, во-первых, с небесными фонарями сделать это. Можно его применить. Нажимаете вот так вот один или можно два, три и более раз. Ну, я вот два использую. Чисто для примера, чтобы показать. И мы запускаем вот такие вот фонарики. Летят фонарики. Фонарики с желаниями. Очень-очень прикольная штука. Вот. Не переживайте, мы потом еще сделаем фонариков. Так, дальше, дальше. Что я узнал? Еще узнал вот такую вот вещь. Оказывается, тут можно зайти в историю праздника фонарей и натыкать вот фонари. Грубо говоря, письма. А, сейчас, одну минуту. Письма, которые мы вот выполняем квесты. Давайте я их, кстати, сразу возьму. Вот это и вот это. И когда мы их выполняем, в них появляются фонарики. Мы же даем каждому фонарик, и они исполняют какие-то... Ну, не исполняют, а пишут какие-то свои желания и запускают эти фонари. И здесь вот можно почитать их желания. Вот благословение и пожелание. Нарисую-ка я что-нибудь такого, что впечатлит этого поэта. Или вот пусть Новый год принесет что-то новое. Или желаю, чтобы больше людей вступили в гильдию Искателей Приключений. Желаю, чтобы все вступили в гильдию Искателей Приключений, опять-таки. Чтоб бизнес наш славился и процветал. Метеоры лопата внезапно сошлись, яркие искры между ними зажглись. Мы обязательно отведаем все лакомства Семи Королевств. Ох, все бы отдал за масштабские лунные пироги. Вот так вот. Вот, будем выполнять вот эти два квеста, выполним. Дальше что мы сделаем? Я пока никого не было... Ну, не на запись никого не было. Не на запись я прошел поручение, как обычно. Как положено, ежедневные все эти вещи, экспедиции надо посмотреть. Так, сюда по очереди отправляю то Рейзера, то Дилюка. Не знаю почему, просто мне это нравится. Так, сюда просто всех подряд. Ой-ой-ой-ой-ой, я время, да, не настроил? Ай-яй-яй, сейчас будем... Еще я отправил, фиг знает куда, подождите. Все сбилось, все сбилось, поторопился. Да, ну в принципе на три часа. Пусть они идут на три часа, я все равно здесь еще вечером буду заходить. Отправлю их и на больше. Как раз, грубо говоря, перед сном практически. Так, примота Лин-Лин и маленький фонарик маленького желания. Давайте сразу, наверное... Возьмем вот этот, он ближе. Во-первых, во-вторых. Во-вторых. Я не понимаю, что тут светится. Что-то светится, и я не вижу что. Театр механикусов? Нет. Нет. Праздничную жару нужно еще достичь. Блин, так сложно. Получить и возможно потратить талисман мира тысячу пилосит. Ну я короче говорил, что я все свои талисманы мира буду тратить в самом конце. Может быть, ночной рынок? Может, тут что-то случилось? Почему, почему она светится? Почему она светится и показывает якобы что-то здесь? А, ну да, что-то, что-то видно в магазине. Потому что все отлично. Здесь я, кстати, все взял. Кстати, 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 кстати. Кстати, кстати, давайте сделаем одну круточку. Ну, ничего опять. Опять ничего. Пока вообще ничего с этих круток, по-моему, не выпадает. Я не знаю, там дегоранта сколько осталось-то? Хотя бы дегоранта 10 звезд. А, драконий рэк был последний. Раз, два, три. Это был четвертый. Понятно. 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 Так. Что мы сейчас еще будем делать? Сейчас, во-первых, мы сходим... А, нам как раз ту сторону и надо. Прекрасно. Вообще замечательно. Во-первых, мы выполнили вот этот квест. Теперь у нас 40 из 40. Все. В Ли-Е пока больше нет квестов. Нового ничего не добавили. Этот у нас максимум. Уже, наверное, у всех максимум, я так полагаю. Все три. Ну, два города и морозное дерево. Так, давайте. Лин-Линь. Хм, может меня озарит, если я немного за ним понаблюдаю, чем занимаешься. Помогаю людям придумать, что лучше всего было бы написать на их небесных фонарях. На праздник морских фонарей все запускают небесные фонари. И так. И пишут на них пожелания, благословения и все такое. И чтобы они звучали особенно празднично, некоторые хотят придать им, как бы это сказать, некоторую поэтичную изюминку. Бибо, завидующие Сяо и Де Гуй поручили мне придумать им поэтичные пожелания и написать их на небесных фонарях. Но пока я здесь, вдали от кипящей жизни, ничего хорошего на ум не приходит. Поэтому я собиралась сначала подготовить небесные фонари, а потом понаблюдать за их заказчиками, чтобы написать индивидуальные пожелания. Вот только плести фонари я не умею. Я помогу тебе. Я в последнее время наплел столько, что хоть мастер-класс открывай. Да, это да. Правда? Тогда сплети мне, пожалуйста, три небесных фонаря. А когда они будут готовы, мы повидаемся с заказчиками и подчеркнем вдохновение для пожеланий. Эхе, а у меня уже есть парочка идей. Еще немного творческой искры и... Как дела с небесными фонарями? Все три уже готовы? Да. Да, все готовы. Отдать. Отлично, они подойдут. А теперь давай-ка навестим заведующего Сяо. Сяо! Заведующего Сяо. А, заведующему Сяо. Вот, заведующему. А, нет, заведующий Сяо, да. Это не тот Сяо, явно. Это же не может быть тот Сяо. Вон он, заведующий Сяо. Давай посмотрим, чем он занимается. Хм, дай подумать, заведующего Сяо я знаю довольно давно, и написать для него пожелание не должно состоять особого труда. Вот как тебе такое? Он мрачный старик, с ним не сладить никак. Что? Ты что, шутишь, что ли? Он на заличную хмурой таится, добряк. Хм, горшочек не вари. Я и название придумала. И впрямь добряк. Верно подмечено, как считаешь. Свид заведующего Сяо, та еще залюка. Но на деле он славный. Какие-нибудь другие варианты у тебя есть? А нет, пока только этот. Да и как продолжить? Я тоже не знаю. Может, ты хочешь попробовать? Первая строка такая. Нрав крутой и властный взгляд. Он пример для всех ребят. Неплохо, неплохо. Пойдет еще название. Каменная безмятежность. О, я и не подозревал, что у тебя такой поэтический дар. Это отличные строки. Подожди, я сейчас напишу их на фонарике. Готово. Давай подарим его заведующему Сяо. Бывает, бывает. Ну как без юмора-то? Здравствуй, Линь-Линь. По какому-то делу. Вот в это примерно превратится Сяо, когда будет прям старико-старико. Помните, вы просили меня придумать пару строк для вашего праздничного благословения? У нас с путешественником все готово. Видите, мы даже написали их на небесном фонаре. О, большое вам спасибо. Позвольте мне прочесть. Нрав крутой и властный взгляд. Он пример для всех ребят. Каменная безмятежность. Хе-хе, очень неплохо. Спасибо. Мне стоит благодарность, заведующий Сяо. У меня тут еще для вас строки, которые я сочинила сама. А, нам пора. Нас срочно ждут в другом месте. У нас еще остались фонари, которые нужно раздать. Точно, ладно. Наш следующий клиент Дэгуй. Пошли. На строками для Дэгуй я особенно горжусь. Прочитаю их тебе, когда мы его найдем. Да, действительно. Особо гордиться. Что-то подобное, да? Ох. Бывает же. О, вот и Дэгуй. Давай немного за ним понаблюдаем. Ты знакома с Дэгуем? У меня с ним ассоциируется напиток, который он продает в своей таверне. А где Дэгуй? Это не Дэгуй, это Мао. Вот это старик? Наверное. Я уже придумал, что для него написать. Вот, послушай. В три чашки зашел, заказал, заплатил. Так. Принесли. Это что? Уже кто-то пил? Ну, как тебе сказать. А название... Человек, он неплохой. Нельзя так. Очень похоже. Не пойдет. Я придумал еще одну строчку, но не знаю, как ее продолжить. Может, ты попробуешь? Вот моя строчка. Чаша вина пробирает до дрожи. Да, как насчет... А шарики в супе на жемчуг похожи? Очень ничего. А название глубины наших глубин. Чаша вина пробирает до дрожи, да? Понятно. Весьма недурственно. У тебя определенный талант. В момент сейчас я напишу все на фонаре. Готово. Теперь можно отдать его Дэгую. Ну да, это старик. Да, да, старик. По старикам. Короче, ходим по старикам. Лин-Лин, чем могу помочь? Помните, вы просили написать для вас пару строчек на небесном фонаре? Мы с путешественником все уже сделали. А вот, держите. О, спасибо. Так, почитаем. И в самом деле, очень славно. Спасибо вам. Не за что. Этим вдохновенным строкам мы обязаны путешественнику. Кстати, у меня на этой бумажке написано еще пару строк. Я их сама сочинил. Будет время, можете прочесть. Обязательно. Спасибо вам. А мне нужно возвращаться к делам. Три чашки зашел, заказал, заплатил. Принеси. Это что? Уже кто-то пил? Итак, на очередь у нас в Бибу. Он тоже просил оформить ему небесный фонарь. То есть, я старик прочитал. Она все-таки ему дала прочитать, да? Ох. Короче, по ходу дела, она не любит стариков. У меня такое ощущение. Складывается. Классный квест. Мне нравится. Так. Мне, кстати, интересно, сколько у меня ингредиентов на... Ага, мне камень нужен. Все, я понял. Я вас услышал. Опять нужен камень. Ну, за камнем мало кто, наверное, ходит. Прям, чтобы... Чтобы ходить. Только, по-моему, не знаю. Мне кажется, только в начале игры ты как-то ходишь, а потом... А вот и Бибу. Поглядим-ка... Чем он занимается? Где, где, где Бибу? Вот этот Бибу. Он не старик. Говорят, Бибу замешан во всяких серых делишках. Но парень, он хороший. Он мне уже готов подходить с церкви в рецалии. Раз в каких-то делишках он замешан. Нет, тут днем крысы и дренью. Ну, а ночью он, кажется, ничего. Это что же это? А на зоне он славный малый. Это никуда не годится. Не годится, да? Ну, больше я ничего придумать не смогла. Есть еще одно незаконченное. Правда, звучит оно немного пресно. Зачитаю там, посмотрим. Ну, свежайшую рыбу приносит он нам на лодках своих по лазурным волнам. О, вот это хорошо было. А название? Пусть будет рыбный рынок Бибу. Свежайшую рыбу приносит он. Понятно. Под названием «Славный малый». Не, ну вот этого нету днем крысы и дренья. Вон, а ночью он, кажется, ничего. Действительно. Да, у тебя лучше получилось. Мои строки слишком уж выразительны. Такого обычно на небесных фонарях не пишут. Хорошо, напишем на фонарике твои строки и передадим его Бибу. Так, Бибу. А, это ты, Лин-Лин. Помнишь, мы с тобой договаривались о фонаре? Не переживай, у нас с путешественникам все схвачено. Вот, это тебе. Я думал, на это уйдет больше времени. Спасибо. Дай-ка почитаю, что вы там написали. Ух, ты же. Ха, да, это же про меня. Я тут и сама пару строк черкнула. Возьми заодно их. О, мне не терпится взглянуть. Эй, ты на что это? Точнее, не скажешь, правда? Если тебе понравилось, я могу тебе и второй фонарик сделать. Ну, спасибо, не стоит. Что-то там... Блин, быстро почему-то текст пошел. Ну, вот и все. Благодарю за помощь. Почему-то пропускаются строчки. Я не могу понять, почему. Я вроде ничего не нажимаю. Кажется, все остались довольны. Выходит, что ты, как и я, наделен даром стихосложений. Да, наделен. Эй, людей вроде тебя способных сочинять рифмы. Постать моим в городе. Я там совсем немного. Заглядывай ко мне почаще, когда будет время. Омуты поэзии ждут нас. Непременно. Хорошо, мне еще нужно придумать, что написать на своем фонаре. Эхе, не волнуйся. На этот раз я уж как-нибудь сама справлюсь. А, да, это тебе знак признательности. Спасибо, что оставила мне компанию во время праздника. О, это, наверное, будет смешно. Давайте сразу прочитаем, что она там на своем фонаре написала. По-любому это какой-то клевый стих. Так, он улетел. Пусть праздник морских фонарей затронет сердца всех людей, но не своими яркими огнями. Пусть люди прочтут строки мои и воскликнут. Это точно про меня. Короче, себя она очень любит. Как это самодовольственно. Так, что у нас дальше, 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 дальше. Что-то далекое, да? Маленький фонарень, маленькое желание. Это, наверное, маленькой девочки, да? Скорее, нет, смотри. А, нет. Кто у нас тут? У нас здесь, по-моему, паренек, который торгует чем-то, там, помогает своему то ли больному отцу, то ли что-то такое. Обалдеть, его память, если это так. Ну, если нет, то нет. Так, давайте переместимся, посмотрим, что там. Ммм. Даже интересно стало. Угадаю или нет. Просто я, пока носился, бегал, я прям очень-очень поразился, насколько я много всего помню. Ох, так. Ой, тут еще и ливень. Он не паренек, девчонка. Нет, значит, это немножко не те. Это немножко не те. Делать небесные фонари так трудно. Что такое? Стосянечка, ты умеешь плести небесные фонари? Я вот плету, плету, и ничего не получается. Вот насквозь, потом обернуть, и каждый раз обязательно что-то отвалится или сломается. А я очень хочу сделать небесный фонарь для малыша Юя. Малыш Юй постоянно приглядывает за чайной лавкой. Времени поиграть или делать небесный фонарь у него нет. Ну, практически, практически. Я практически угадал. Я думал, это про малыша Юй как раз. Но он точно хотел бы загадать желание. Поэтому я сделаю ему небесный фонарик. Давай я тебе с этим помогу. Я сделаю для тебя фонарик. Но я хотел бы сделать для него фонарик сама. А еще я хочу узнать, как они делают, чтобы потом рассказать малышу Юю. Ура, спасибо, вы учите Мэн Мэн делать фонарик. Выходит, небесный фонарь готов? Спасибо, скорее отнесем фонарик к малышу Юю. Да, да, вон она. Ну, рядом, рядом, очень рядом. Вы не плавайте во время грозы, потому что, видишь, вот так остаются молнии. И на самом деле, если бы это была бы живая реальность, так сказать. Ты вот так вот подходишь, и тебя убивает током. Это в самом худшем случае. Хотя, может быть, да... О, 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 ах. Хотел, чтобы меня ударило током. Ну, как так-то? А я уже ачивку получил. С током. Ну-ка, давай посмотрим, где там... Что-то не видать. Ну, давай. Пока дождик идет, льет. Где-нибудь рядом должна быть молния. Давай, бог грома. Как он? Рамух, Рамус, там, как его назвать-то? Ударишь в землю. Ну, что-то нет тут молнии прям. Одна пробыла молния, и все. Ну, туда бы я бы не успел. Вот, ну, реально. На той локации, во время дождя, где тут это... Винокурни рассвет. Там прям молнии, куда ни пойди, тебя... Тебя постоянно бьет. А вот в остальных местах что-то как-то вот-вот прям... Ну, рядом приходится до них бежать, но никак. А там прям чуть ли не на месте ты стоишь, тебя будет бить молнией. Не знаю, может, мне так просто везет? Ну, давай. Ну, что ж такое? Понимаю, глупая идея, но... Хотелось бы показать, что это возможно. Наверняка у кого-то видео уже есть, что это действительно прям вот... Реально. Еще было бы прикольно, чтобы туда в Хиличурлов ударила молния. Нет? Во, 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 во. Вот. И вот в этот момент ты получаешь достижение. Мальчик, шел бы ты домой. Так, приветствую, дорогой Гойс. Не желаете ли вы передохнуть и мы небесный фонарь принесли? Правда. Юй, этот фонарь к тебе. О, мэн, мэн. Ты сама его сделала? Спасибо. Меня научил этот дяденька. Какой-то он кривой получился. Это тебе нравится? Что ты? Это отличный фонарик. Мне он очень нравится. Я уже переживал, что он у меня не будет времени смастерить свой. Спасибо, мэн, мэн. Позже я попрошу кого-нибудь повесить его на двери. Неужели дом нет никого, кто может помочь? Ну, папе постоянно не здоровится, а я слишком маленький, не дотягиваюсь. Поэтому мне придется кого-нибудь об этом попросить. О, мы поможем. У нас же... У нас же есть Джун Ли. Считается, самый высокий персонаж в игре. Ты правда поможешь? Как хорошо. Спасибо тебе. Теперь мне не нужно беспокоиться. Кого оставить смотреть... Кого оставить смотреть за лавкой, пока я искал бы кого-нибудь помочь? Ну, естественно, дяденька Джун Ли поможет повесить фонарик. Дяденька Джун Ли может сделать вот так вот и повесит хоть куда фонарик. Это что такое? Квест какой-то. Сейчас, сейчас. А куда повесить? Подожди. Дяденька... А, вот дядя Джун Ли нашел. Давайте повесим. Ну че, рябить няшик. Так, какой красивый небесный фонарик. Спасибо тебе, Слай Санечка. Ну, малыш, Юй, пойдем поиграем. Я тут увидел одно место с красивейшими цветами. Только что этот дяденька показал мне, как делать фонарик. Пойдем туда, и я научу тебя. Будет здорово, но... Я не могу. Мне нужно оставаться в лавке. Пусть даже клиентов не будет, но я должен поддерживать идеальный порядок, как велел папа. Тогда не будем делать фонарик. Просто сходим, поболтаем, а потом обратно. Много времени это не займет, но... Я помогу тебе прибраться в лавке. Оставь уборку мне. Как так? Я не могу просить тебя о таком. Мы быстро. Одна нога тут, другая там. Ты не заметишь, что куда-то ходил. Спасибо тебе большое. Ля-ля-ля-ля-ля. А. А. Опять, да. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь, стоит тут. Я хочу помочь. Займемся уборкой. Иди. Иди. Отлично. Иди. Где еще? Вот еще. Вот еще. Так, уборка закончена. Во-первых. А во-вторых, это, это, это. Там... Кто-то, кого-то... Умри же, умри. Прекрасно. Так. Яблоки мы не будем красть у маленьких детей. Давайте подслушаем. Подслушаем. Кажется, они все еще гуляют. Не стоит за них волноваться. Учитывая праздничную атмосферу, их не следовало бы беспокоить. Интересно, о чем они будут беседовать? Послушаем их разговор. Как думаешь, если мы сделаем твоему папе венок, он поправится быстрее? Действительно. Я не знаю, как в Китае, но у нас венки дарят только в двух случаях. Это на Новый год и... Сами знаете. Не знаю. Я читал, что любая болезнь стремительно наступает, если оставаться бодрым и радостным. Думаю, твой папа очень рад увидеть, что ты такой смышленый и так ловко управляешься в лавке. Но иногда папа ругается. Мол, хватит торчать в лавке, иди поиграй и все такое. Если ты не выйдешь, поиграет с Мэн Мэн, она всю округу без цветов оставит. А вот и нет. Кругом полно цветов. Погоди, я сделаю тебе... Спасибо, Мэн Мэн, мне пора возвращаться. Ладно, ведь когда он выздоровеет, ты будешь свободнее. Тогда я пришла бы к тебе поиграть. Ага, думаю, он скоро поправится. Что? И давно ты здесь? Я только что пришел. Я, ну... Счастливого тебе праздника морских фонарей. И тебе счастливого праздника. И тебя спросить. Это спасибо тебе за все. Вот, прими знак благодарности. Папа говорит, что за помощь всегда нужно чем-нибудь отплатить. Нам... Нам нужно обратно в лавку. Пойдем, Мэн Мэн? Да, мы пошли. Спасибо тебе. А вот так вот, выполнили с заданием. Пойдем посмотрим, что там. Там, наверное, какие-то грустные будут пожелания. Мы все равно почитаем. Ну, 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 ну. Почему оно не управляется? Что не так? Что не так с этим управлением на джойстике? Что? Что? Вот, отлично. Хочу, чтобы папа скорее поправился. Да-да. Блин, вот так вот всегда, михуё. Вроде бы вначале весело, а потом как-то вот грустно становится. Так, ладно. Что тут? Требование. Достигните уровня гости со всех уголков мира праздничной жары. Завершите задание «Глубокая вода под фонарями» и выполните все просьбы жителей в фазе истории. Ну, это мы выполнили. Глубокая вода под фонарями. Это я не знаю, что такое. Это, наверное, что-то отсюда будет. Течет под фонарями. Да-да-да. Вот, видишь. Да. Значит, через 12 часов только мы сможем продолжить. Выходит. Ну, и получается, мы можем отправляться в Театр Механикус. Да? Да. Зарабатывать там все. Праздничная жара. Ну-ка, а что ты? Сколько я там набрал? Тысячу набрал, да? И еще где-то тысяча нужна, чтобы перейти, что ли, как-то там? Мы только начали. Что здесь? А здесь просто рецепт. Просто собрать. Идите к верстаку. Ну, понятно. Ну, а зачем нам? Манштад. Когда у нас вся веселуха в лее. Блин, вот надо было, да, оставить напоследок такой квест грустный. Прям много смеха дали в предыдущем квесте, а в этом прям печалька. Ох, эти осадки. В голове. Так, ну вначале я сменю свой отряд обратно. Так, 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 так. От ради. Кстати, у меня есть с чем тебя кормить? Нет, нечем. Ладненько, ладненько. И, кстати, да, я там... Все, что-то... Извините за то, что я туда-сюда все щелкаю, переключаю. Очень-очень уж на джистики. Вот, смотрите, получил достижение. Нокаут. Уничтожьте венчик Рио Папоротника, пока тот проводит круговое рассыпление. Вот. Эх. Так. А здесь у нас... Магазин 251. Отлично. Можно-можно-можно купить. Давайте перед тем, как Механикус еще раз крутанем. И еще раз. Да ничего. Ну, и третий раз напоследок. Тоже не сюда. Что ж такое-то? Прям не везет. Нет, я теперь хочу, чтобы мне прям выпало что-то. Пять ничего. Так, а что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? И это... Синий яйн. Ну, тоже неплохо. Лучше, чем ничего. Согласитесь. Созвездие. Вот так вот. Хорошо, хватит. Дури моя, за так. Сыграем. Так, 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 так. Оружейное. Вначале зайдем, посмотрим. В принципе, здесь у меня все есть. Эти вот открыть надо будет потом. Так, а где там расписано, что нужно сделать? Правила, особенности этапа. Испытания. Нет, где-то было написано правила. Нет, тоже не правила. Так, постой. Хорошо. Там просто уже какие-то задания у нас есть. Да, вот они. Так. Три, четыре, три, четыре, 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 пять. А, ну отлично. Короче, третьим нужно, да, всех монстров и 419 очков набрать. Хорошо. Сейчас все сделаем. Так. Ну вот он, третий там. А, одиночный режим, поехали. Ну вот этот вот, как обычно. Как обычно, вот этот отрядик. Меня он больше всех устраивает. Вот так вот говоришь, 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 говоришь. Потом пить хочется. Так, пять раундов. В первом раунде 30 монстров. Это туда, куда нельзя им проходить. А, ну это как предыдущий, короче. Ничего сложного. Я понял. Ну, относительно ничего сложного. Так, давай... Воду. Давай. Хм. Давай сделаем вот так. Сделаем вот так. 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 Не хватает? Да, не хватает. А этот сколько стоит? 50. Давай его пока поставим. Как раз наберем очки и потом заменим. Ну что ж, понеслась. Так, разносим щиты в щепке. О нет. Зараза. Зараза. Отлично, водные вообще прекрасно работают стали Ой, тут с двух сторон идут Вот это прям Нехорошо, что-то как-то Так, надо вот сюда огненные точно поставить Огненные поставим Так, прошли этап, да? Что тут? Повышает силу атаки электромеханикус на 150% Дешевле после каждой атаки получает 50% Повышает силу атаки первую Давай вот так, тогда Так, сюда Электр, наверное, поставим Как раз, раз они у нас усиленные Вот этот можно, по идее Разобрать плюс 10, да? Нет, пока тогда не будем разбирать Следующий мне где надо поставить? Вон там, желательно Ну, хотя нет, наверное, я вот здесь поставлю Следующий Хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... да отлично справляется так вода вода молния сюда чё поставить молнии наверное еще одну сюда можно огонь и огонь так на случай руины охотники x1 за выполнение испытания в конце этапа вы получите дополнительные печати ну да печать венефикуса я так понимаю это награда за которые мы как раз потом сможем все покупать приобретать дополнительные так сейчас опаньки тоже но нормально вообще четко вообще прям четко пока достаточно такие перекачанные башни получаются так пир механики на конус серии с двух атак по одному врагу уничтожить дополнительно дает 5 очков повышает силу атаки электромеханикус пиромеханикус снижает стоимость электро ну а вот это вот очень неплохая штука настолько дофига очков очень очень было бы неплохо так еще один я даже могу поставить куда-нибудь еще я могу вот этот заменить разобрать на какой налет как раз поменяем а сюда поставим давай электро вот и все отлично я думаю это прям прям четко будет полком никто и даже не дайте не может так пять врагов четыре врага осталось а смен тыс уайн тэст займ из а при врага осталось 2 оттуда кто еще один остался а вон мах последний но ну все сейчас мы его еще ослабим а до свидания а это четвертый из пяти даваться на 25 процентов меньше очков пиниф ну да тут остается только вот это бесстрашие лавачур восемь лаварчу короче не зря я похоже огненное прокачивал да вроде справляются задерживаем Последний остался, да? Ну все Прекрасно Завершили и получили аж 658 очков Очень классно А надо было 490 очков получить, так что мы сейчас там получим праздничные всякие фишки Класс Так Вот здесь вот Получить, получить Так, оставится 4, да? Завершить этап на сложность 4 Завершить этап на сложности 4 Повысьте любые 4 Повысьте любые 5 до 5 Короче, все до 5 нужно повысить И тогда у нас откроется следующее А, кстати, да, можно здесь повысить, правильно? Оружейные Так, эти есть Давай вот так Эх, недостаточно печатей Ну давай этот просто откроем, чтоб просто тупо был Так Прекрасно Этап на сложности 4 нужно просто всех уничтожить И 4 Еще не эти, да? Повысьте Повысьте любые 6 до уровня 6 Хорошо Хорошо Этим мы и займемся Четвертые Да Все те же Так, у меня тут еще есть чай И еще есть кока-по Я все это время пил простую воду Ох, начинаем с 950 очков И что-то это какое-то Так, это какая-то Новая локация Так, раз Тут 2 что ли? Два портала Тогда где-то в начале надо в середине ставить Так, сейчас я соображу Давай так Вода Вода Так, назад И все, да? Ну пока поставим вот этот Подожди, или разобрать этот Блин, я уже ничего не получу Если я его разберу просто Да Так Хорошо Блин Я не угадал с постройками Я вообще не угадал с постройками Так Надо этого уничтожить Щит Сломать ему Отлично Так, эти пока должны справляться Что感覺 Это « Ralph Laboratory» Сбернивер Отлично Размотая простроenda Сразу сломали щиты этим Так, повышает скорость атаки гидромеханикусов на 25, изменчивость Блин, я бы вот это сделал, но ладно Там, по-моему, что-то нехорошее было Что-то типа с электромеханику снимаешь больше одного раза, что ли, атаковать Ммм, это нехорошо Давай витряной попробуем поставить, он вроде бы... А как его повернуть? Вот так, что ли? Да, вот он будет дуть туда Так, по-любому ставим здесь два Раз Два Вот это вот плохо, это плохо, это очень-очень плохо Боюсь, дальние прорвутся Ха, не прорвались Не прорвались, так хорошо Огненный надо И сюда огненный Да ладно! Здесь тоже было бы неплохо Огонька подать Вот здесь вот Никто не прошел Да, электро у меня не работает Только один раз за раунд срабатывает О, поставить Наверное, не лучшая идея, но все равно Так, ну все, что я могу здесь, только вот это вот Понижает стоимость гидромеханикуса Кстати, неплохо, что я вначале поставил много гидры Вот сюда надо гидры еще поставить Вот за этим надо больше всего следить участком За правой я меньше переживаю, потому что тут всего там два огненных столба Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой Где Джин? Нет Ммм, они прорвались, уроды Ну как же так, а? Как они вообще прорвались? Вообще непонятно Вот как? Все же нормально вон бегут А эти прорвались Все из-за огненных Блин, ну надо же, я расстроен Я расстроен Ох Как же так-то А эти там не пройдут Угу Площать силу атаки электромеханикусов Оронные стражи следующие будут Блин, ну стараться сильно уже не стоит Стараться уже не стоит А что этот делает? Активировать Ветряный поток А смысл от него? Чтоб я мог туда-сюда добираться по-быстрому А у меня нету А, 13 всего можно поставить Я все поставил Ладно Но я не буду здесь уже стараться сильно останавливать Буду Пытаться На башне ориентироваться Вот это вот рассеивающе вообще никуда не годится Вот электро и огонь неплохие Электро, огонь, вода Ветряное вообще просто Просто ненужная вещь Да Получается, под конец надо больше выстраивать в линию Причем вон там вот так достаточно А вот здесь надо в линию выстраивать Электро, вода, вода Огонь, лед Отлично справляется А здесь вот не хватает электро вот сюда бы поставить А там вот один огненный, он, походу, дело лишнее Хотя кто знает О, смотри, прошел Нифига себе Это, по-моему, первый, который там прошел Так, в следующем раунде на случайно пути появятся руины молотильщики Экс-соединенные заполнили Экс-соединенные и маршал-арты, чтобы уничтожить в линии Есть другие способи, чтобы наступить в линии Но они не в правильном направлении Надо вот этого отсюда убрать, он мне не нравится Я думаю, это как-то вот так должно выглядеть И в разы лучше будет тебе показывать Возможно, я не прав Сейчас посмотрим На центральную точку я попасть не могу Только если умру, да? Ладно, давай смотреть Этих я задерживать вообще не собираюсь Хочу посмотреть, как пройдет Их всего девять Не страшно Один прошел, смотри там Может огненное надо в центре оставить было туда А сюда в центр ничего В любом случае надо чуть-чуть контролировать Вот так здесь А сюда Вот так здесь Да Под конец вот это вот прям хорошо Ну и ладно 512 Сейчас еще раз попробуем Время-то пока есть Еще раз попробуем, возможно пройдем Так Главное все рассчитывать Чтоб на все хватало Так, подожди, подожди, подожди Для начала Тут мы ничего не выиграли Но у нас есть вот это Так, что нам стоит усилить Давай тогда вот этот откроем Чтоб просто был И наверное Либо Наверное стоит Блин, я не знаю Либо воду Но он все-таки молния Так, максимальный уровень фазы Хорошо Шестой там потом на седьмой Можно будет делать Ладно Так Четыре Повести любые пять До пятого Да Это потом Будем уже думать Да Давай поиграем Пока есть желание Но чуть-чуть обидно Чуть-чуть обидно Так Так, я правда забыл Как Кто был А Подожди Опять новые Что там не так Так, два портала Туда Оттуда Вот сюда Да будут идти Хорошо Еще будет портал Где-нибудь Наверняка еще где-то Вон там будет Потом Снизу Так Это уже другая Карта Давай думать Здесь Пересечение Всего и вся Так Молния Пусть будет огонь Огонь Вода Сюда уже ничего Поставить нельзя Да Хорошо Сложненько Хотя Эта карта Кажется Не настолько Сложной Потому что Здесь Здесь Недостаточно Недостаточно Я прям уверен Что здесь Надо Что-то Придумывать Будет Ветряной Поток Опять Короче Надо копить Очки Так Поецать Лаванчуру С синим Панцирем Хорошо Так Там портала Пока Никакого Нету Пока Только Здесь Здесь И все Окей А мне Нечего Ставить У меня Всего 102 В любом Случа Надо Как-то Вот так И вот так Прекрасно Я бы Сейчас Занялся Честно Говоря Только Накопительным Скоро Вм Скоро Порок Накопительным Скоро Сarcете Сам Скоро А Все С Thousand Щоп Тес Сум сюда еще поставить огненный дома нормально будет кто там еще один остался а просто один просто один чувак окраунду опять закончен вон портал открылся давай мне мгновенно 250 очков да вот дела хотя зря наверное да мы зарем и но но и Продолжение следует... 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 уже можно сильно не париться будет во первых надо вот эти каждые сделать во вторых нужно посмотреть подумать ну-ка сколько там по метрам здесь расфигачивать увеличивает радиус эффекта сильно увеличит количество получаемых давай вот это до 3 до смог только а еще и максимальный уровень достигнут всего три уровня ну и ладно не сильно зря вложил мина засада сильно уменьшит количество необходимо для строительства очков винификуса если враг погибает от мина то происходит второй взрыв ну а так у них прям хорошая 1 2 3 4 5 6 а ну вот как раз раз два три 4 5 6 вот короче все нужно до максимума прокачать тогда мы получим еще там очков что как ни крути придется в любом случае качать все хорошо смотри мы теперь можем зайти в магазин магазине уже говорил я буду заходить позже потому что будем смотреть сколько у нас примерно очков на что останется и ой извиняюсь и в самом конце будем уже подсчитывать сколько чего нам надо а что в любом случае из этого вот этот будет самый последний мне отсюда только опыт героя по сути нужен вот отсюда мне нужна корона вот отсюда свет фонаря вот этот вот и плюс персонаж от как минимум уже 3000 очков надо вот вопрос получится ли у нас свет получить так ну что еще разочек прикольно так а множитель 5 не открылась а почему откроется после того как праздничная жара достигнет уровня гости со всех уголков мира а что за гости со всех уголков мира вот вот этот вот откроется когда ну понятно это все только завтра откроется когда мы вот этот кость получим пройдем его течение под фонарями ладно тогда тогда стоит да стоит сейчас еще пройти сколько у нас серия час больше час уже идет давайте я еще раз один сыграю и там уже будем смотреть получается больше час да почти двухчасовая серия получится опять это же локация прекрасно я правда не помню что я оставил сто процентов я начинала отсюда так вот не помню хоть прибей пусть будет так там пока закрыта ставим водный сюда можно будет вот это поставить да он причем так и стоит 50 прошу вот здесь я точно стоял два вводных я точно помню а пока не могу да и пока стоит просто покопить пока они так вроде бы разбираются достаточно легко бежит бежит все отлично жаль ускорить нельзя было бы прикольно ускорить тут я точно ставил электро вот так сделаю тут я ничего не могу пусть будет так и поставлю его сюда они достаточно она правильно я же потратил вот 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 Пускай пока так будет. Отлично. Таак. Вот здесь по бокам будут лёд стоять. Радиус атаки пиромеханикусов на 5. Мастерство стихи. А сколько у нас? 120, да? Скорость атаки пиромехаников на 10%. Пускай. Почему нет? Быстрее будем пирофигачить. Так, теперь вот здесь надо поставить. Сделать так. И сделать вот так. Те вроде бы не должны там проходить. Оп-оп-оп-оп. Не прошёл, слава богу. Да какой водный, да? Вот, пошло. Ладно, пусть здесь водный стоит. Здесь тогда огненный пусть стоит. Сюда электро поставим. Сколько мы ещё одного можем поставить? Давай ещё одного сюда электро. Вот и всё. Разобрать, поставить. Какой поставить бы. Пусть будет лёд. И этот потом тоже разберём. Поставим водный. Надо же, двое прошли. Смотри-ка. Скай. Скай. Блин, а обидно, обидно. Хотя, с другой стороны, мы уже прошли. Как бы нам, чё париться-то? О, нифига себе. Сломали. Надо же. Ну да, смотри. Смотри. Надо посмотреть просто, как первый раз проходил. И оттуда ориентироваться по большей степени. Ну, сейчас уже пофиг. Какой там у нас бонус крутой может быть? Так, 300. Гидромин наносит 150. Дополнить на уроны мокрым врагам. Давай. Как раз у нас следующие стражи руины. И всякие огненные. Даже интерес. Сейчас просто ради интереса ничего не буду делать. Остану, чтобы видно всех было. О, смотри, прошел. Пройдет, нифига себе. Сломался. Прямо в конце сломался. Надо же, я удивлен, что вот эти проходят. Квейк. Какой-то прям мега был ускоренный. Эти-то вообще легко сейчас все пробьются. Тут они как наводные натыкаются и все. Где ты хочешь идти дальше? Если ты хочешь увидеть Лиои's туристов. Я имею в виду несколько реверсов. Ну, все, вон остался последний. Райз! Испытание завершено. Ну да, короче, раз на раз не приходится. Продолжение следует... Серию я, наверное, поставлю на ночь. Чтобы завтра ее выпустить. Стараюсь сейчас, на следующий день, серию выпускать. Так, оружейное. Так, чтобы нам прокачать... Давай, во-первых, вот эти докачаем. Докачали, сколько смогли. И... Мину или витринную. Наверное, мину. Начнем с нее. До шести, до пяти. До пяти я, наверное, уже в следующий раз все прокачаю. Ой-ой-ой, отменить. Я не хочу с кем-то. Это ошибочно было, случайно. Так. Это та самая дебильная локация. Нам-нам-нам. А-нам-нам-нам-нам. Отлично. Задержались. Сейчас посмотрим, пробьет, не пробьет. Не, на врате пробьет. Да, я в них не верю. Ну пока так ничего, нормально Отлично Никто не прошел Так Бесстрашие мгновенно дает Давай бесстрашие Я бы еще вот сюда унины поставил один Там надо один заменить на ледяной И еще два углиных, наверное, тоже поставить ТЕРА СМАШ ТЕРА СМАШ Куда же ты? Эх Обидно, обидно Там пока четко все Так что конечно пусть контрольный стоит и вот здесь контрольная мина стоит и все разобрать поставить лед так давай вот этот все теперь умираем не влезаем просто смотрим как что работает уничтожен мне кажется следующие два раунда нет просто не пройдет никто хотя кто знает посмотрим вот тут прям вообще отлично стоит все да прекрасно пока все жаль никакого ускорения нету можно было бы ускорить посмотреть но я влезать не хочу вообще ни в один сейчас как бы как есть так и есть пусть они все пытаются усложняем вот тут уже будет им поинтереснее все могут пробежать вот за левом сейчас будет интересно наблюдать вот еще эта минка смотри замораживается и все дождями не доходит а там огненные встречают вообще четко прям а этот чё-то пробегает не получилось пробежать прям как часы просто не дают пройти еще четыре монстра может ради интереса мин он не сюда поставить а вот сюда в начале нет они одноразовые ну я-то думал они одноразовые представляешь не а ну тогда того не стоит вообще прям прям вот совсем зараза мина полная короче по крайней мере сейчас мне так кажется они лучше уже тогда действительно электро поставить пусть и там вначале встречает и здесь их встречает о неужели а нет остановили а вот это тот всего да некому останавливать да они справились тут тоже кто-то пробежал а нет это с прошлого раза и того два всего на этой карте пробегает как же здесь быть он даже не замораживается его просто фигачит молния а нет замораживается но быстрая разморозка такая у него тут прям все четко как и положено а вот тут надо думать наверно вон ту электро надо ставить вот сюда ближе когда все нормально будет посмотрим что проверим насколько я прав вообще не прав не хватает мощности все равно надо еще что-то думать сейчас надо будет какой-то до пяти прокачать посмотрим скорее всего этого эти оружейная минус вспышку до пяти докачать просто чтобы получить так ну и по сути остается только бриз и вот да давай еще раз сейчас доиграем чтобы я все вот эти получил фишки и все как раз один три фонарика осталось я думаю сейчас один раз сыграем и все и этого хватит уже на все остальное одиночный режим начать меня вот это вот начать на их здесь смущает и надо было здесь сменить персонажа на их сделать тоже не вмешиваюсь уже не в один из за так вот здесь до буду выставлять электро пусть будет вода вода лед лед мне уже нечего ставить хорошо будет лед лед и огонь лед 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь, наверное, электро, огонь, водолёт Мы здесь каких-нибудь придумаем Ну да, прекрасно там всё работает Ну вот остались двое Может быть, два электро даже поставить Так, что у нас там? Угу Пока всё Тут два огня поставить и, в принципе, готово Вот так огонь И вот сюда огонь Здесь, наверное, вода, лёд, лёд Тут может быть огонь Сейчас посмотрим Да, наверное, лёд, лёд Сюда электро просто ещё один, действительно Лёд Лёд Сюда можно электро поставить ещё Блин, прикольно Я, правда, по большей степени молчу Но не страшно Я думаю Так, бесстрашие Защита монстров увеличена на 20% Хорошо Начинаем Так, тут в любом случае нужен огонь Да Да По большей степени молчу Оставай Пох countries Не страшно и Посмотрите Не страшно Да Уда Пох Уда Уда Натес Уда Уда С Уда Уда Признание Уда 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 а все все 14 прекрасно остается только стоит смотреть это лед да хорошо ну да вот так пусть будет места откуда можно смотреть да разные так что у нас тут лимит построенных механикусов на один то есть я могу еще один поставить а у меня недостаточно очков ну либо криво либо водного давай водного а высим на 100 ну просто иначе больше мне нечего ставить так тут огня достаточно тут в принципе хватает две воды я думаю более чем две воды лед молния там-то быстро разойдется вот здесь посмотрим да разрушаются отлично я вообще прекрасно прям вообще в легкое смотри даже не участвует прекрас так что тут усиливаем хотя можно было постройку увеличить но нет начинаем тут у меня огненных более чем достаточно тоже расправиться должны а вот тут уже не знаю тут мне кажется сейчас пропустят кого-нибудь хотя не смотри вообще никого не пропустил здесь просто огненный раскидывать короче в конце концов когда вы прокачиваете все башни вам практически любой раунд вообще в легкую проходится можно даже не париться главное просто в более-менее правильно башенки ставить вот на этом можно ставить вот так вы видели вообще не участвовать ни одним персонажем все сколько набрал 720 точнее 990 там с чем-то было до не суть важно так 720 да было так нужно до 6 до 200 5 6 и 1 не хватает до 6 не на не хватает блин придется еще раз еще раз из-за 1 причем там совсем очков чуть-чуть не хватило ну так как вообще чуть-чуть не хватило давай на легком пройдем что побыстрее чтобы побыстрее тут всего 4 раунда хотя карта сложная как обычно здесь будет вода сюда тоже потом воду поставим а в а и и и и и и и баком бачо поставить на налет хотя нет наверно лучше огонь огонь я вот сюда уже поставить со льдом связаны я в этом раунде мы ничего стоять не будем я думаю нам этого хватит да так чё там вот это кстати неплохо очень неплохо даже ставить ничего не буду просто одного удара да на этом раунде тоже можно уже не париться водная просто жизнь так вот это давай все мне кажется больше никто не пройдет блин прикольно так возвращаться на легкое пробовать можно конечно сейчас еще набирать очки чтобы следующий на следующие башни хватило как раз следующие будут открываться 1 плюс на наше нынешнее чтоб можно было увеличивать тем но этим мы уже заниматься не будем так что там у нас и гидра понижается гидромеханили можно вот это поставить вообще будут прям гидры гидры будут как раз против огненных самое но молнии гидра сейчас вообще жизнь будет вот и все первый кусок прям вообще не не пробиваем и причем сами пузыри они урон не наносит как бы по щиту пузырики только этот захват делает есть персонаж уже без щита так давайте докачивать так-так-так-так-так-так-так-так оружейное 666 6 все по сути мы все прокачали до максимума да да Забираем Последний подарочек, все Здесь у нас все собрано В следующий раз я уже побегаю По камушкам один Все пособираю и будем уже Вот этим вот заниматься Проходить, что у нас здесь Давай хоть почитаем, посмотрим Наберите в общем 300 побед Над монстрами в Театр Механикус Это как это? 300 побед над монстрами Типа 300 монстров победители Ну да, скорее всего Навряд ли 300 раз посетить Театр Механикус Это было бы слишком Так, завершите этап на сложности 5 и выше со счетом не менее 630 очков 6 и выше со счетом не менее 700 5 и выше всех монстров Короче, здесь Повысите любые 6 Механикусов До 7 уровня в Театр Механикус До уровня 8 Причем 6 Механикусов Не надо 8 Механикусов Или там 7 Механикусов Так, а что у нас там дальше? Механикус, лук Периодически выпускает стрелу Которая при попадании по врагу Наносит ему физический урон Атаки более эффективны против ЕО Болты становятся самонаводящимися Это классно Мистикус Жажда Постоянно усиливает Механикус Нефис в небольшом радиусе Повышая их урон Это усиление не складывается С эффектами других Механикусов Жажда и свершения Где свершение? Я не вижу свершения Механикус Свершения Что-то нету Не знаю Так, увеличивает радиус усиления Эффект складывается с другими Мистическими Механикусами Сколько будет стоить Тут не написано, да? Так, и большой Механикус Портал чудес Игроки могут перемещаться От одного волшебного Механикуса К другому На одном этапе Можно быть построено До двух волшебных Ну это чтобы мы не перепрыгивали А именно чтобы сами Переходили туда-сюда Ну это так себе на самом деле Не очень прикольная штука Ладненько Это мы все прошли Давай на всякий случай Все проверим Точно ли все закрыто Да Все закрыто Могли бы уже потратить на рынке Смотри, у нас уже 3000 Мы в легкую покупаем с тобой корону И в легкую покупаем уже свет фонаря И еще остается 1000 на персонажа Так что я думаю Здесь более чем достаточно У нас наберется В конечном итоге Всех вот этих очков С учетом что 200, 200, 400 700 700 1000 Вот она уже 1000 Будет 1300 1600 1900 2200 2700 Там 600 Да Я сколько сказал 22700 3200 3300 3300 То есть вот здесь Еще 3300 Мы наберем И вот тут потом еще наберем 3300 Здесь сколько 363, 60, 720 720, 360 1080 1080 360 1440 1440 1440 Так, 1440 И 360 1800 Так, еще 800 360 Так, 1800 И 360 2160 2160 Так, сейчас 2160 Закрепили в башке 20 на 20 Это 400 360 360 360 3560 3560 3 560 3 560 3 760 760 3 760 4 4 4 400 С чем-то Короче Все Дальше я сломался 400 С чем-то Это вот только Вот на этот Магонизин Чтобы скупить Все Ну это так Прилично Чтоб вот прям Все Скупить Еще второй Ночной рынок Будет И третий Да Надо с умом Раскидывать Вот эти вот Точно покупать Я не буду Отсюда я куплю Опыт героя И пыль азота Можно будет взять Мору брать Не буду Корону Опыт героя Отсюда возьму Да Отсюда возьму Свет фонаря Все книжки Свет фонаря И все книжки И потом уже На остатки Будем смотреть Но вот эти вот Задания Я точно все Выполню Буду Ну пытаться Максимально Все провести Чтобы прям По максимуму Все заполучить Ладно Тогда мы с тобой На этом все Заканчиваем Спасибо за просмотр Всем хорошего дня Хорошего настроения Приходите На мои видео Стримов У меня практически Не бывает У меня была Такая идея Сейчас я не знаю Буду этим заниматься Или нет Запускать стрим На твиче Молчаливый стрим В игры Которые я вот Иногда бывает Сажусь И просто Начну играть Грубо говоря Когда я начинаю Играть Я просто Запускаю стрим На твиче Но Вы там в чате Можете писать Я потом Его как бы Буду подчищать И видео там В принципе Сохраняться не будет Оно будет Просто молчаливое Короче Просто Времепровождение Непонятное будет Смотрите сами Захотите Приходите Захотите Нет Это как бы Вам решать Но Просто учтите Если вы вдруг Увидите Когда я им Стрим На твиче Значит Это просто Молчаливый стрим Я не буду На твиче Что-либо Говорить Это чисто Для себя Для отдыха Не более Ладно Еще раз Всем спасибо За просмотр Всем хорошего дня Подписывайтесь Ставьте лайк Если вам понравилось Видео Всем удачной Крутки Китайцам Лунового Нового года И всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok